Настоящий парад хоккейных чемпионов в эти дни наблюдается в Казани. Если позавчера Акбар сыграл ССКА, то сегодня московские армейцы пожаловали в столицу Татарстана. Акбар против ЦСКА. Это повторение финала 2018 и 2023 года в континентальной хоккейной лиге. С Ильвимом Петровичем вы очень близко знакомы, работали в одном тренерском штабе. У вас была совместная стажировка в Ванкувере недавно. Сложнее или проще готовиться к матчу, когда ты знаешь логику мыслей главного тренера? Каждая игра разная. Мы больше готовимся от себя, разбираем соперника, но больше от своей игры отталкиваемся. Вы только что обсуждали с Новором Рафаиловичем. Сложнее или проще готовиться к матчу, когда знаешь логику мыслей главного тренера? Вы в одном тренерском штабе работали, у вас была совместная стажировка. Расскажите свое мнение на этот счет. Мы довольно-таки давно уже работали, поэтому мы хорошо с Новором общаемся. Но сейчас мы по разные стороны, и каждый жаждет выиграть. Все готово к началу этой встречи. Стартовое вбрасывание. Корнаухов против Семенова сразу же зарубились. Не на шутку, и шайба достается казанцам. Миллер отправляет игру в зону соперников. Никита Евсеев, седьмой защитник. Радель Замалдинов, 13-й нападающий. У Акбарса Дыняк отдает как раз Евсееву передачу на пятак. Кателевский пытается добить какой момент у Акбарса. Никита Дыняк здорово на входе в зону. Сместился в центр, сделал передачу. И здесь, да, уже опять опасно Кателевский. Кателевский мог замыкать, в принципе. Был свободный угол, да? Он из-под клюшки Соркина бросал. ЦСКА может убежать 3 в 2. Есть скорость в этой атаке у армейцев. Передача Корнаухову. И бросок Фатеева. Вот это момент у ЦСКА уже. Да, Фатеев с убойной позиции сейчас просто расстрелял. Барабанов отскочил к борту. Шайбу подобрал. Семенов отдает в центр. И вот Барабанов выкатывает к воротам бросок. И Просветов выручает. Просветов просто молодец сейчас. Камнев оказывается сильнее этой точки. Победный гол в матче против Лады на его счету. Наброс Марченко. И добивание Питана. Какой шанс сейчас упускает Ник Питан. Опять Просветов. Немногие проблемы у команд появились в октябре. Серийные поражения пришли. И как Барсу ЦСКА опаснейший шанс. Сейчас у Акбарса Егор Коршков. Мог забить во второй игре подряд. ЦСКА выбирается из зоны. На этот раз с контролем шайбы. И с контролем шайбы проводит атаку. Это Перекладина. Отличный процесс. 10 шайб главный снайпер команды. Четвертый по результативности. Но при этом по голам равных Яшкину нет. А это отличный шанс у ЦСКА. Шайбу взмыло в воздух. А здесь Саморуков. Посмотрите. Здорово сыграл. А если бы с неудобной руки сейчас на Полтапова отдал бы он. Там был уже пустой бы угол. Он посмотрите. Сейчас здорово убирает Ярулина. Ярулина. И вот здесь вот если бы отдал. Но это уже тогда было бы совсем мастер-класс. Абрамов в разрез. Неплохо. Полтапов сам едет в центр. Отдает направо под бросок. И как же Соркин вкладывается. А здесь Полтапов ушел в центр. И под бросок Соркину. Ярош на льду. Другую бригаду выпускает ЦСКА. Очень долгое вбрасывание получается. И в итоге себе останавливается Руч. А, там прилетел Евсеев. А это здесь, мне кажется, попахивает 4 минуты. Скинул Полтапов. Врывается в зону Прохора. Бросает из-под защитника Белелов. Вместе с Саморуковым обороняются ЦСКА. Мамин может сбегать в контратаку. Миллер перед ним. Миллер уже потратил силы в этой смене. Мамин. Вираж к воротам. Падение. Аккуратно действует Миллер. Правила не нарушает. Но на этом программа первого периода у нас подходит к концу. 0-0. Альберт, буквально минуту провели, играя в меньшинстве. Но интересно, как настраивались на сегодняшнюю игру? Меняли ли как-то тактику с условием, что ЦСКА топ-3 по большинству? Ну, конечно, мы разбирали тот момент, что ЦСКА входит в топ-3. Топы по большинству. И какие-то желательно вообще не удаляться, не давать им шансов. Но, коли удалились, там неплохо, я считаю, отработали одну эту минуту. Но дальше лучше не удаляться. Завопопытка Никиты Нестерова. Исхаков на драже уходит от Комкова. Передача налево проходит и очень сильно бросает Чуркин. Маном остается ни с чем. Вот Барсущу нужно выйти из зоны. Не получается этого сделать. Класс он бросает. Белялов очень далеко выкатился и шайбу забрал. И ЦСКА накладывает свои смены. То есть выпускают свежих игроков по ходу игры. Начался бросок. Но вот добивание даже опаснее получилось. Среагировал на первое движение Белялов. И сейчас ему приходится очень активно перемещаться. Белялов просто красавчик. Белялов, конечно, подтащил. Вот здесь вот сейчас будет момент. Два раза с неудобной руки бросали армейцы. Вошли в зону уверенно армейцы. Расставились. Переводит Исхакову на левый борт. И какой быстрый розыгрыш с выводом на бросок. Здесь перед вратарем никого не было. Да, вот Корнауху так отошел в сторону зачем-то. Хорошая передача Исхакову прошла. И свободный коридор у Чуркина. В зону вошел. Бросать не стал. Заряжает Ахатюк. Подхватывает шайбу Акулов. Посили сопоставимое с броском. Барабанов. Прихватили-то казанцы. И опасную атаку провели. Завалился налет Яшкин. Чем ответит ЦСКА Акулов. В центр. Приглашает Провольнева. Подключится бросок. Добивание. Гол. И счет в этой встрече открыт. Давайте с вами посмотрим. Вот здесь тормозит. И вот подключение защитника. Здесь бросок. Отскок. И пустые ворота. Добивает Каменев. Акулов здорово сыграл. Вот смотрите. Грамотных зоны там не было. Провольнева здорово нашел. Здесь бросок. И здесь уже. Ну Белял. И здесь не в чем. Здесь отскок. Комков оформил дубль в матче против Пыль-Луня. Это его первые шаги в КХЛ. Момент у Кошлева. Ближняя штанга перекрыта наглухо. Толкается на пятаке Миллер. У него правый хват. Никто из нападающих вроде не может помочь. Но Замалдинов свою с левым хватом отдал. Бросок. Гол. Вот это бросок. Вот это попадание. Владислав Провольнев. Вот давайте посмотрим с вами. Здорово Искаков разворачивается. Находит Провольнева. И здесь страшная пушка конечно. Под блин. На неудобно. Но не то что неудобно. А прям в самую девятку попадает Провольнев. И там молодец конечно загородил. Каменев вроде это был. Акбарс достаточно тяжело отыгрывается. Когда первым пропускает. Вот сейчас на третий период. Какая будет тактика? В оборону чуть-чуть уйти. Или так же будете атаковать? Да нет так же. Потому что бывали случаи. Когда уходишь в оборону. Только хуже получается. И находит команда моменты и забивает. Поэтому будем так же играть. Ну и надеюсь. Как вы и сказали. Что они тяжело отыгрываются. Так и будет. Нестеров. Видел партнера в центре. Перехват шайбы. Кошелев бросает. И Просветов. Передача-то хорошая была по задумке. По задумке да. По исполнению не очень. Комков поигрывает в брасывание. Кошелев подхватывает шайбу. От борта простреливает. Не зафиксировал Просветов. В этот раз. Рядом только свои. Чужих нет. Хорошая передача в среднюю зону. Дроздов. Один в одного. Бросок. Отбивает Белялов. Момент от ЦСКА. Бросок. Гол. Виталий Абрамов идеально попадает в дальний угол. Сейчас посмотрим с вами на повторе. Абрамов бежит. Абрамов бежит. И Соркин помогает ему. Сейчас будет клюшкой хлопать по льду. Чтобы ему отдали передачу. Но Абрамов взял на себя игру. Вот посмотрел здесь. И в дальний угол. На неудобной высоте. Здесь Белялова. Наверное. Конечно, винить не стоит. Вот здесь. Прямо на неудобной под ловушкой прошла шайба. Здорово попал. Не поднимает руку. Проводит позиционный атаку Акбарса. Семенов. Фишка высоко шла шайба. Перевод Семенову под бросок. ЦСКА перехватывает. Абрамов забрал дальний борт. Соркин тем временем. Лямкина оставил без шайбы. Нестеров в касание. Белялов. Да, у Акбарса сейчас вообще ничего не получается. Отдать клюшкой, например. И, кстати, Белялов говорил в одном из интервью, что он как раз очень рад, что все это поменялось. Момент у Абрамова. Бросок. Белялов успевает переместиться. Здесь Полтапов здорово из ворот вылезал. Но Белялов уже переместился. Успел закрыть. Танк по-прежнему. Ближе к собственным воротам действует. Яшкин бросает. По центру идет шайба. Просветов ее забирает себе. Да, и все-таки Гатиатуллин убирает. Семенова с большинства. С первой бригады. По Слямкину. Обманное движение. Семенов освобождается. Бросает. Все-таки подстроился под эту передачу. Коршков добавляет. Просветов опустился на лед. Пытается остановить игру. Тут еще и два рикошета было. Ничего себе. Да, Просветов молодец. И Кошелев там пытался. Вот в предыдущей игре соска Кошелев так и пропихнул шайбу в ворота. Вот сейчас тоже пытался это сделать. Просветов отбив шайбу еще клюшкой сыграл. Сейчас подгреб ее себе. Очень солидное время. В третьем все-таки больше у Акбарса. Это шайба, но она не всегда у чужих ворот. Передача Яшкину. Нет. Просветов останавливает шайбу. Положает шайбу взглядом Просветов. Перехватывают его партнеры. И передача Полтапову четкая в клюшку. Полтапов лезет на ворота. Там уже Белялов клюшкой активно сыграл. Каждый матч регулярного чемпионата выиграть невозможно. Момент от ЦСКА. Бросок низом. Белялов отпустил шайбу. Акулов пытается добить. Константин сейчас выходил один на один. И между щитков хотел отправить Белялову. Но и ЦСКА грамотно третий вперед провели. Строго. И строго, и при этом найдя свою третью шайбу. Это самое тяжелое. Для казанцев, которые все-таки надеялись хотя бы одну открытать. Звучит сирена. Вторая сухая победа подряд у ЦСКА. Анвар Рафаилович. Тяжелый матч для Акбарса. Но если смотреть по компонентам, то все было достаточно ровненько. Даже броски по воротам. У команд плюс-минус одинаковые. Только в реализации не хватило. В чем вы видите именно такую ошибку Акбарса? Как я перед игрой говорил, что прошлый матч забрал много эмоций. Видимо этих эмоций не хватило. Ребята старались. С первой секунд начали неплохо. Первый период неплохо. Наверное, первую часть провели. Потом, наверное, соперник был чуть быстрее. Где-то в завершении не хватало. Точной передачи, точного завершения. Илья Петрович, поздравляю вас с победой. Очень похожий сценарий с прошлым вашим матчем. Что вот эти две шайбы заброшенные и дальше уже полегче. Как вы сами оцените сегодняшний матч? Очень добротный. Да, я думаю, начало было немножко за Акбарсом. Потом, где-то после 5-7 минут мы перехватили икциативу. Во втором периоде здорово накладывали смену. То, над чем работали. И два раза это завершилось успехом. В третьей из обороны в атаку организовали контратаку. Здорово завершили. А вот это начало такое тяжеленькое, вязкое. И над ним как-то можно работать именно за счет влияния на свою команду? Или здесь уже подстраивать столь? Работали. Видите, голос немножко сел, поэтому работали над этим тоже. Вы были очень оптимистичны и улыбчивы в третьем периоде. Что вас особенно веселило? Да я не знаю даже, как оптимистичны и улыбчивы. Там были несколько разговоров с ребятами. Поэтому так уже и не вспомню сейчас на эмоциях. Ребят, красавцы, да? Кроме 5-7 минут первые, да, было на раскачку. Было очень здорово. И это настоящие вы были и по-мужски. И принимали удар на себя. И видели, что мы получили. Молодцы. Ваня с нулем сам себе шлем не отдал.